КАРТИНА ХУДОЖНИКА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ МОНА ЛИЗА МОНА ЛИСА, ИЛИ ДжОКОНДА, ЛАДЖОКОНДА Размер картины 77 на 53 сантиметра, дерево, масло. Около 1503 года Леонардо приступил к работе над портретом Моны Лизы, супруги богатого флорентийца Франческо Джокондо. Произведение это известное простонародной публике под наименованием Джокондо, получило восторженную оценку уже у современников. Слава картины была настолько велика, что впоследствии вокруг нее складывались легенды. Ей посвящена огромная литература, большая часть которой далека от объективной оценки леонардовского создания. Нельзя не признать, что это произведение, как одно из немногих памятников мирового искусства, действительно обладает огромной притягательной силой. Но эта особенность картины связана не с воплощением некоего таинственного начала или с другими подобными же измышлениями, а рождена ее поразительной художественной глубиной. Портрет Леонардо де Винчи Мона Лиза — это решающий шаг на пути развития ренессансного портретного искусства. Хотя живописцы Кватрачента оставили ряд значительных произведений этого жанра, все же их достижения в портрете были, так сказать, непропорциональны достижениям в основных живописных жанрах, в композициях на религиозную и мифологическую тематику. Неравноправие портретного жанра сказывалось уже в самой иконографии портретных изображений. Собственно, портретные работы XV века при всем их бесспорном физиономическом сходстве и излучаемыми ощущениями внутренней силы отличались еще внешней и внутренней скованностью. Все то богатство человеческих чувств и переживаний, которое характеризует библейские и мифологические образы живописцев XV века, обычно не являлось достоянием их портретных работ. Отголоски этого можно видеть в более ранних портретах Леонардо де Винчи, созданных им в первые годы пребывания в Милане. Это портрет дамы с горностаем, около 1483 года, Краков Национальный музей, изображающий Цицилию Галярани, возлюбленную Ладовико Моро, и портрет музыканта, около 1485 года, Милан, Амбразианская библиотека. В сравнении с ними портрет Мона Лизы воспринимается как результат гигантского качественного сдвига. Впервые портретный образ по своей значимости стал на один уровень с самыми яркими образами других живописных жанров. Мона Лизы представлена сидящей в кресле на фоне пейзажа, и уже само сопоставление ее сильно приближенной к зрителю фигуры с видимым издалека, как бы с огромной горы ландшафтом, сообщает образу необыкновенное величие. Этому же впечатлению содействует контраст повышенной пластической осязательности фигуры и ее плавного обобщенного силуэта с уходящим в туманную даль, похожим на видение пейзажем с причудливыми скалами и вьющимися среди них водными протоками. Но прежде всего привлекает облик самой Моны Лизы, ее необычный, как бы неотрывно следящий за зрителем взгляд, излучающий ум и волю, и едва уловимая улыбка, смысл которой как бы ускользает от нас, эта неуловимость вносит в образ оттенок неисчерпаемости и бесконечного богатства. Немного найдется во всем мировом искусстве портретов, равных картине Моны Лизы по силе выражения человеческой личности, воплощенной в единстве характера и интеллекта. Именно необычайная интеллектуальная заряженность леонардовского портрета отличает его от портретных образов квадрачента. Эта его особенность воспринимается тем острее, что она относится к женскому портрету, в котором характер модели прежде раскрывался в совершенно иной, преимущественно лирической образной тональности. Исходящее от картины Мона Лизы ощущение силы, это органическое сочетание внутренней собранности и чувства личной свободы, духовной гармонии человека, опирающегося на его сознание собственной значительности. И сама улыбка ее отнюдь не выражает превосходство или пренебрежение, она воспринимается как результат спокойной уверенности в себе и полноты самообладания. Но в картине Мона Лизы воплощено не только разумное начало, образ ее исполнен высокой поэзией, которую мы ощущаем и в ее неуловимой улыбке, и в таинственности развертывающегося за ней полуфантастического пейзажа. Современники восхищались достигнутым художником поразительным сходством и необычайной жизненностью портрета. Но значение его гораздо шире, великий живописец Леонардо де Винчи сумел внести в образ ту степень обобщения, которая позволяет рассматривать его как образ ренессансного человека в целом. Чувство обобщения сказывается во всех элементах изобразительного языка картины, в ее отдельных мотивах, в том, как легкая прозрачная вуаль, охватывая голову и плечи Моны Лизы, объединяет тщательно выписанные преди волос и мелкие складки платья в общий плавный контур. Это чувство в ни с чем не сравнимой понежной мягкости моделировки лица, на котором по моде того времени удалены брови, и прекрасных холеных рук. Моделировка эта вызывает настолько сильное впечатление живой телесности, что Вазари писал, будто в углублении шеи Моны Лизы можно видеть биение пульса. Одним из средств подобной тончайшей пластической нюансировки было характерное леонардовское сфумато, едва уловимая дымка, окутывающее лицо и фигуру, смягчающие контуры и тени. Леонардо да Винчи рекомендует для этой цели помещать между источником света и телами, как он выражается, некий род тумана. Главенство светотеневой моделировки ощущается и в подчиненном ей колорите картины. Как многие работы Леонардо да Винчи, эта картина потемнела от времени, ее цветовые соотношения несколько изменились, однако и сейчас отчетливо воспринимаются продуманные споставления в тонах карноцеи и одежды и их общий контраст с голубовато-зеленым подводным тоном пейзажа. Если видеоматериал вам понравился, то ставьте лайк и подпишитесь на канал и не забудьте написать ваше мнение в комментариях по этой теме. Продолжение следует...